17 апреля в Риотовском городском суде завершилось слушание дела Архана Рзаева, который был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного Управления МФД России по Московской области вместе с коллегами из городского округа Балашиха. Задержание произошло минувшим летом в Риотове на Комсомольской улице. В рюкзаке Урзаева нашлись 17 пакетов с неустановленным веществом растительного происхождения. При осмотре квартиры, который снимал подсудимый, оперативники обнаружили еще 284 пакета с аналогичным содержимым. Общий вес вещества, в котором эксперты определили марихуану, составил более 46 килограммов. В ходе осмотра было также обнаружено наркотическое средство «Гашиш» в размере 33 грамм. Следствием было установлено, что Рзаев осуществлял продажи наркотиков, используя для этого интернет и тайники, закладки. «Рзаев Архан обвиняется в органах предварительного расследования в совершении преступления, а именно в покушении на незаконность быть наркотических средств с пользом электронных информационных и телекоммунационных сетей, включая сеть в интернет. Группы лиц по предварительному в гору в крупном размере». В ходе судебных заседаний были заслушаны свидетели обвинения и защиты, которые рассказали о своем видении обстоятельств дела. По указанным прокурором статьям, обвиняемому грозило до 20 лет лишения свободы. «По итогам рассмотрения уголовного дела в суде 17 апреля 2023 года вынесен обвинительный приговор, согласно которого Рзаев признан биновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом 2 части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима». Еще один желающий заработать денег на преступном бизнесе отправился за решетку. Легкие деньги обычно до добра не доводят. Евгений Сафаров, Петр Гаретов, Александр Попов, телеканал ТВ Реутов.